Я хотела рассказать вам о ситуации, которая сложилась в ТСН Церговик. В данном товариществе находится большое количество жилых домов, капитальные строения, в которых проживают семьи, многие с детьми, на постоянной ослове, круглогодично. Для них это единственное место жительства. Все они имеют постоянную регистрацию. Кроме этих домов, есть дачные дома, при домовой территории, в которых люди проживают в теплый период времени. Так, 28 февраля 1924 года загорелся жилой дом. 5 марта 1924 года также внезапно загорелся жилой дом, находящийся рядом. 10 марта 1924 года летний жилой дом. Все сгоревшие дома находятся на расстоянии менее 100 метров друг от друга. Приезжали сотрудники МЧС. ОП номер один сотрудникам МЧС никто никаких претензий не имеет. Они полностью выполнили поставленную задачу. Что нельзя сказать о сотрудниках полиции и надзорном ведомстве прокуратуры Саратовской области. В связи со сложившейся ситуацией, 12 марта 1924 года, члены товарищества написали коллективное заявление в прокуратуру и следственный комитет. Кроме того, в этот же день мы выступили с коллективным обращением в информационном агентстве «Взгляд.Инфо», где просили прокурора Саратовской области взять на контроль сложившуюся ситуацию, страшную ситуацию в товариществе, дать определенные поручения под надзорным органом. Никаких действий от полиции и надзорного органа мы не видели. Никаких конкретных действий никто из них не предпринимал. Как будто это их не касается. Считаем, что данное бездействие прокуратуры МВД РФ по Саратовской области привело еще к одному поджогу жилого дома, который случился 2 апреля 1924 года. Опять же, у нас. Вот он, домик стоит. Один дом сгорел полностью, а рядом стоявший с ним технически пострадал. В связи с отсутствием какой-либо реакции со стороны надзорного органа и полиции, мы осознали, что со своей бедой мы остались одни. Жители начали устанавливать камеры видеонаблюдения. Благодаря нашей бдительности на одной из записей 2 апреля 1924 года был запечатлен предполагаемый поджигатель. Данная видеозапись имеется в общем доступе сети интернет и в ресурсе полиции. Его опознали члены СНТ Сарговик. Однако, 5 апреля уполномоченный ОП номер 1 сообщил, что в связи с тем, что на видеозаписи не видно лица поджигателя, уголовное дело возбуждаться не будет. Считаем данный факт абсурдным. Все члены товарищества его опознали, разглядели, а оперуполномоченный ОП номер 1 не смог. На основании выживания изложенного считаем, что в данном случае имеется коррупционная составляющая, связь между должностными лицами ОП номер 1 и иными должностными лицами, которые занимают должности в надзорных органах. Кроме того, нам досконально известно, что с момента обнародования видеозаписи началось определенное давление на собственника камер, предоставившего запись, а также информационного агентства «Взгляд.Инфо», которое ее опубликовало. В связи с чем, с изложенным, считаем, что сам факт и нежелание привлекать к ответственности виновное лицо образует коррупционная составляющая между прокуратурой и ГУ МВД РФ по Саратовской области. Следующий дом, который сгорит, может быть каждого из нас. В настоящее время мы просили прокуратуру Саратовской области также принять участие в сходе граждан, а именно членов ТСН «Царговик». Однако своего представителя они не предоставили. На основании вышеизложенного просим данное заявление считать официальным обращением в следующие федеральные органы Российской Федерации Саратовской области. Первое. Прокуратура Саратовской области, Филипенко Сергей Владимирович, просим провести проверку по ранее поданному обращению граждан, изучить имеющие материалы проверок по шести поджогам, исключить допущение фактов необоснованной волокиты при проведении процессуальных проверок, расследовании данных уголовных дел. Второе. ГУ МВД РФ по Саратовской области Ситникова Николая Николаевича просим провести проверку по шести поджогам 2.23 год, 4.1 месяц 24 года. Возбудить уголовные дела по фактам поджогов, провести определенные следственные действия, дать юридическую оценку действиям лицу, установленному и опознанному на видеозаписи от 2 апреля 2024 года. Прокурора Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича просим проконтролировать ход действий веренных вам сотрудников прокуратуры Саратовской области по взятию на контроль проведения процессуальных проверок по фактам поджогов, расследования выше указанных уголовных дел, также проконтролировать ход изучения настоящих материалов проверок уголовных дел, проверить законность действий дежурного прокурора прокуратуры Саратовской области Аненкова ПА по факту отказа в регистрации сообщения о преступлении от 2 апреля 2024 года. Министерство внутренних дел Российской Федерации Колокольцева Владимира Александровича проконтролировать ход проведения проверки по 6 поджогам сотрудниками ГУ МВД РФ по Саратовской области, в частности ОП номер 1, дать оценку действиям должностных лиц в части нежелания привлечения к уголовной ответственности установленное лицо, совершавшего поджоги, дать оценку действиям ОПЕРа, уполномоченного ОП номер 1, проводившего разгаскные мероприятия по факту пожара, имеющего место 2 апреля 2024 года. И хотим обратить внимание, мы, как все добросовестные налогоплательщики, хотим от избранных нами людей такого же участия в решении нашего вопроса, как бы они решали свои собственные.